Всем привет! Это обзор нашего кубка первых двух туров. С вами Никита Петров и Кирилл Широков. Да, всем привет! Да, и мы сейчас вкратце, ребята, вкратце вам покажем, что вообще происходило на первом и втором этапе этого турнира. Да, мы решили сделать упор на спортивную составляющую, потому что шахматная составляющая в наших трехминутных блицах, понятное дело, что вряд ли может стоять на первом месте. Поэтому мы расскажем вкратце, что происходило с точки зрения спортивной составляющей в первом турнире и во втором, какое текущее турнирное положение. Кстати, вот оно на данный момент. Мы остановимся, конечно, подробнее и, может быть, мы покажем буквально пару фаргментов, но не больше. Именно шахматных фаргментов. Ну, а теперь можно приступать. Первый турнир у нас прошел 4 марта, и сейчас Кирилл расскажет, что происходило. Не, на самом деле было все весело, я занял достойное 22 место. В общем-то, главной звездой этого турнира мы с Никитой сочли нужным засчитать, признать Владимира Михайловского. Да, Владимир Михайловский занял второе место. На самом деле он занял второе место в обоих турнирах, но во втором турнире у нас был другой, другая звезда. Человек-человек-неожиданность. Да. Так, ну вот давай покажем одну партию Вова. Какую-нибудь. Против меня. Давай против тебя. Хорошо. Вы хорошо играли в шахматы? Ну, более-менее. Для этого нужно полностью открыть планету. Да, была разыграна сицилианская защита. Мой любимый вариант Паульсона. Без коньян C6. Ну, его вот он практически всегда играет слон D3. И на хроне F6 по ситуации. Вот, например, сегодня он против меня играл ферзь Е2. Ну, и получилось нечто похожее, и даже результат такой же. А в этой партии 2-0. Ну, и получилась вот такая вот достаточно типичная структура. Насчет хода F4 его целесообразности я не уверен. Опять же, мы должны... Достаточно радостно, и здесь Вова накинул конь D5. И мне даже поплохело слегка, если честно. Красивый удар. Да, идея в том, что после Cd и Ed черные проблемы большие. Ну, пришлось охолодить кровь до 0 градусов, продумать 30 секунд и пойти ферзь Б8. И оказывается, что у черных все достаточно неплохо. Вова продолжила играть активно, но позиция постепенно ухудшалась. Здесь вот нашлась вот такая тактика. Вова сыграл F4, что, наверное, в некоторой степени путь наименьшего сопротивления. То есть все-таки стоило сыграть слон E5, слон E2, слон B8. Да, и вот тут вот проблема в том, что если взять, например, ладью на F1, тогда белые выкручиваются и даже получают перевес вот таким вот способом. И у черных, к сожалению, висит слон на D4. Поэтому мне пришлось бы напрячься и в этой позиции найти ход слон B8. После чего у черных остается лишнее качество. Просто то, что сыграл Владимир Михайловский, оно несколько слабее. То есть RG4 и RG4. То есть приходится убрать коня, потому что иначе... То есть, наверное, это ладью, и белые остаются без материала, потому что еще вилка на F1 грозит. Ну и после... После... Всех этих махинаций. Да, черные получили разноцвет, ну, с большим количеством фигуры с лишней пешкой. Более того, фигуры черные здесь более активны. Ну и с некоторыми приключениями я довел партию для победы. Да, неплохая партия. Конь D5. Да, вот тут еще. Конь D5 стабильно проходит социальянской защиты. Ну, в общем-то, это, да, одна из типовых идей практически от всех социальянских структур. Но вот в данной партии не повезло. Так, ну и... Ну что ж, а по турниренному положению можно сказать, что... У нас были, во-первых, некоторые участники, которые в большинстве наших турниров участия не принимают. На кого можно отметить, как ты думаешь? Да много людей приходит. Например, вот Тимофей Смирнов. Да, Тимофей Смирнов это достаточно сильный мастер ФИДе. В какой-то момент имел даже рейтинг 2400. Ну, вот именно официальный рейтинг. В следнее время частенько играет в наших двух турнирах. Как мы видим, в первом турнире занял шестое место. Во втором, если я не ошибаюсь, очков не набрал. Так, прошу прощения. Да, Тимофей Смирнов сейчас идет на десятом месте, в общем, за счет. В общем-то, это радует то, что люди приходят играть в наших турнирах. Да, отметим Николая Барнова, который и в первом, и во втором турнире попал в очковую зону. Сейчас идет, по-моему, на выход в первый финал. Да, стоит отметить, что в этом пиксель файле отображается текущее положение, дополнительные показатели и кто выходит в какой из финалов. То есть, в данный момент у нас семь человек железно проходят в первый финал, в том числе Николай Портнов, как мы говорили, с шестого места. И шесть человек железно проходят во второй финал, в том числе мой коллега-комментатор Кирилл Широков. Я просто с Альбаром разделил по-братски. Не совсем разделил, потому что, как вы видите, у Кирилла вышли первые дополнительные показатели, а именно количество сыгранных турниров. Ну вот, а возникла величайшая ситуация, что Сергей Шмат и Айрат Каримов, они имеют одинаковое количество набранных очков, одинаковое количество сыгранных турниров, два, и одинаковые... То есть, ну, просто в двух турнирах они заняли одинаковые места. То есть, допустим, Сергей в первом турнире занял шестое место, а Айрат четвертое, и тут наоборот. Ну, я к примеру сказал цифры. Нет, тут дело в том, что у них совпадают лучшие результаты. А, ну, я про то и говорю. Это пятое место в обоих. В первом турнире пятое место у Айрата Каримова, во втором турнире ноль очков набрали, и наоборот у Сергея Шматов. Да, ну... И у них, что самое, в общем-то, обидное, то, что это делёшь как раз за восьмое-девятое место, которые ключевые для распределения. Я думаю, это всё ещё... Я думаю, что за ближайшие пятнадцать турниров всё ещё изменится, да. А Армагеддон мы, я думаю, проведём в такой ситуации, если такая случится. Ну, я практически готов поспорить, что в такой ситуации не случится. Так, ну, а мы переходим ко второму турниру. Да, ну, короче, может отметить первое, как это у нас всё несколько скомкано пока получается. Ну, на самом деле, очень хочется отметить то, что очень много участников приходит, это радует. Да, вот в первом турнире у нас было тридцать шесть участников, ну, и одного участника пришлось удалить, потому что он не соблюдал правила записи в турнир, к сожалению. Да, вот так. Ещё раз повторимся, что абсолютно необходимое участие под официальным ником. То есть у нас были буквально пара исключений, когда мы допускали ники, которые хотя бы содержали в себе фамилию. Ну, то есть ник должен быть официальным, но в крайнем случае он должен как-то отображать, ну, хотя бы вашу фамилию. Вот. И такая тенденция, вот если честно, мы думали, что интерес к этому турниру, точнее, к нашему кубку пропадёт. А вот на самом деле во второй турнире я ожидал. То есть около тридцати человек, то есть думал, что будет чуть меньше, но оказался неправ, так как пришло больше сорока человек даже, по-моему. И это абсолютный рекорд, по-моему. Около сорока. Сейчас мы скажем точно, сколько пришло. Вот интерфейс планеты позволяет достаточно хорошо обрабатывать информацию. Сорок один был участник, но в том числе был один, да, не совсем корректный. Да, можно сказать так. Ну и вот обратим внимание Артура Яничкина и Василия Боришина, что под такими никами играть нельзя. Да, но Вася уже записал ролик и сказал, что торопился он, не успел создать новый, точнее, не успел установить пароль к старому официальному нику, и поэтому он не повторится больше таких косяков у него. Да, но в порядке исключения допустили мы оба участников турнира, тем более, что распределение призовых очков они влияния не оказали. Вася выиграл все партии, которые играл, но, к сожалению, я не начал только с пятого тура, поэтому этого не хватило. В какой... Так, начнем с небольшой траблы. Нажму на паузу. А, да, просим прощения за небольшие траблы, я думаю, к этому уже все привыкли. Швейцарский интернет не позволяет нам делать качественные ролики. Ну что, мы... Я думаю, что сможет отметить Кирилла Реву, который в первом турнире не играл, а вот в втором турнире занял третье место. При том, что стартовал с поражения. А Тонищенко Леонида. Проявил, скажем, так вводит победе. Кстати, я проиграл Кириллу, но в Эншпиле, то есть там ноль с лишней пешечкой. Да, да если мы будем останавливаться на перебитях каждой партии, я думаю, что мы не закончим никогда. Поэтому отметим героя турнира, отметим Кирилла Широкова. И посмотрим партию с Евгением Новиковым. По-моему, вот самое... Я посмотрел на движке все партии, и, конечно, Кирилла Широкова я проиграл, потому что Кирилл находился в ужасной форме. А с Евгением я, по-моему, сыграл очень качественную партию. Ну, как мне показалось. Так, Ирин, хочешь? Так, я очередной... Качественную партию ты уже не мог сыграть, потому что был разыгран Гамбит Хэллоуин. Да. Вот. Гамбит Хэллоуин. Я почему-то пошел Е5, а не Д5. Алло, Никит. Да-да. Я почему-то пошел Е5, а не Д5. Да, в общем, Евгений Новиков не стал срадоваться с... ...всеми тонкостями Гамбит Хэллоуин. Ну, хотя, по-моему, вот Конь-Ж8 дает черный перевес. Ферзь Е7 дает перевес. Ну, я думаю, что Конь-Ж8 тоже. Я думаю, что, в общем, Евгений просто... ...не стал проверять твою подготовку. Пошел в Д6, сбросил фигуру. Но здесь у Беларки есть некоторый перевес. И ты играл достаточно странно. Нет, нет, я не захотел поменять. Ну, сразу напал куда-то туда. Ну, в общем-то, пока партия... ...протекает достаточно солидно. У нас, вроде бы, не допускают серьезных ошибок. И что здесь прям такого интересного, если честно? Нет, тут нашлась интересная тактика на H4. Вот сейчас увидишь. Я увидел интересную тактику. А ты вот туда очень долго защищаешь пешку. Согласен. H5, H4, да. Вот, и здесь после F6, HG, FG, Конь-H5. Конь-H5, и это перевес. Да, и Керен Шоков таким образом отбил две пешки сразу. Одним ходом. Я не понимаю, почему мы ради этого тактического удара показывали эту партию, но... Почему бы и нет? В общем, белые стали с тремя личными пешками. Ну, тут уже флажок, и там просто черные... ...пораспрощили время. Я надеюсь, что уверено, да? Заметь, я всеми силами пытался меняться. Ну, в общем, да. Керен в один момент и стоял хуже, и нашел такой тактический удар. Ну, я думаю, что суть его достижения все-таки не в этой партии, которая, откровенно говоря, ну, не особо-то и интересна, а вот в том, что, несмотря на то, что все практически, все шахматисты как выше его, так и ближайшие конкуренты ниже, они вообще-то... Да, и, видимо, то, что я хотел договорить Никита, вам знать уже не удастся. Ну, а на этом всем спасибо за внимание. До новых встреч. Очередные проблемы у нас с соединением. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok